знаете какое качество самое ценное в людях в компаниях умение признавать свои ошибки вот например lg в прошлом году выкатили странно экспериментально модульный g5 который не то чтобы с первого взгляда покорил так еще и на наш рынок было принято решение поставлять его урезанную версию в итоге я решил даже на него обзор не делать и видимо не зря потому что от концепции модульности таки отказались и в g6 упор сделали на всем понятные вещи размер камеры и внешний вид что ж посмотрим сыграли ли ставки lg флагмане 2017 года встречайте lg джи шея с материалами в отличие от прошлого года тут все ок никакого алюминия выкрашенного толстым слоем краски только закругленная gorilla glass 5 сзади честный алюминий на торцах разноразмерные верхние и нижние рамки передней панели закругленные торцы дисплея довольно толстые пластиковые разделители антенн и забавное оформление задней панели в виде мордочки с двумя глазами камер и ротиком кнопки включения тире дефис отпечатка пальцев все это я думала глядя на фото которые утекли еще до начала презентации но вот g6 у меня в руках и он вполне мил да пожалуй это не самый фотогеничный красивый смартфон на рынке но зато он самобытный его дизайн ни с чем не перепутаешь и еще черный выглядит гораздо более выигрышно чем наш голубовато серый вариант сзади так и вовсе эффект почти один в один джент блэк но при этом очевидно не такой царапучий и все-таки главное как ощущается g6 в руке а при диагонали экранов 5 и 7 дюймов ощущается он как обычный смартфон с диагонали 5 и 1 5 и 2 дюйма ну или galaxy s 7 edge который прям точь-в-точь на доли миллиметра уже и ниже толщина 7 и 9 миллиметров тоже почти совпадает впрочем это логично учитывая что по площади они по диагонали 5 и 7 дюймовый дисплей 18 на 9 равен 5 с половиной дюймовому дисплею 16 на 9 да мы вступили в эру когда диагональ экрана не совсем точно указывает его размер и 5 и 7 дюймовый экран 16 на 9 будет больше чем 5 и 7 дюймовый экран 2 к 1 готовьтесь вспоминать формулы расчета площади прямоугольника в lg резонно решили сконцентрироваться на эргономике какой смысл в наращивании диагонали экрана если при этом пользоваться смартфонами становится все сложнее и сложнее поэтому корейцы пригласили специалистов из института эргономики и те им рассчитали оптимальные габариты корпуса и ширину рамок для того чтобы смартфоном было удобно пользоваться справились ли они со своей работой несомненно как по мне g6 это один из самых удобных смартфонов с диагональю экрана от пяти с половиной дюймов даже я со своей микро ладонью могу спокойно пользоваться шестеркой одной рукой только до верхнего края иногда не совсем удобно дотягиваться тут нет случайных нажатий на края экрана во время набора текста которые очень хорошо знакомы владельцам эджи от samsung играх или при просмотре видео смартфон спокойно можно повернуть в горизонтальное положение и взять двумя руками без боязни что-то задеть наверное корейцы могли бы выдать что-то более футуристичное наподобие сяоми ми микс у которого экран занимает около 85 процентов передней панели у g6 эта цифра около 80 процентов но ради этих пяти процентов жертву бы была принесена эргономика и как мне кажется для массового смартфона она была бы не оправдана вполне возможно что какие-то доли миллиметров пришлось отвести и под влагозащиту она тут по стандарту ip68 причем по заверениям производителя допускается купание g6 не только в пресной но и в соленой воде и это при живом три с половиной миллиметровом разъеме кстати он тут не просто так g6 для корейского а обещают что и для нашего рынка оснащен отдельной звуковой 32-битной системой hi-fi quad DAC на базе чипов ESS Sabre 9218 шито дает в двух словах самый низкий уровень шума среди смартфонов сравнимый с хай фай плеером дисторсию 0.0002 процента и высокий уровень выходной мощности благодаря чему можно раскачать даже высокоомные наушники судя по всему звуковая система будет аналогично той что была применена в lg v20 которая была не раз признана лучшей на рынке двадцатку я не слушала а вот g6 звучит в хороших ушах просто отменно dac включается выключается на лету в принципе без него звучание хорошее но если включить то разницу можно почувствовать сразу лично мне не совсем понятно куда уж лучше хотя аудиофилы конечно знают куда жаль что это великолепное звучание не распространилась на мультимедийный динамик тут особо выделить нечего неплох по громкости средний по качеству да и один у а хочется уже во всех флагманах видеть стерео реализованные хотя бы формате 7 айфона или htc 10 со звуком из разговорного динамика зато тут все очень хорошо с микрофонами их тут три они поддерживают запись формате 24 бит 192 килогерца флаг и работают в зависимости от ориентации смартфона держите вертикально работы только верхней актуально для записи интервью и так далее взяли смартфон горизонтально пошла запись в стерео то что нужно для концерта впрочем все это настраивается приложение IPS экран с диагональю 5 и 7 дюймов и соотношением сторон 2 к 1 обладает разрешением 1880 на 1440 точек что дает ppi 564 кстати количество пикселей которые мы созерцаем будет чуть чуть меньше за счет скругленных уголков экрана пожалуй это один из самых контрастных и ярких айпесов на рынке черные действительно черные видимость на ярком солнце просто великолепная цветовая температура завалена в холодные тона и подстроить ее lg не дает что не очень во многих других флагманах как минимум дает температуру выбрать из двух параметров тут же можно включить только очень желтый ночной режим дисплей сертифицирован по стандартам dolby vision и hdr 10 хотя последний он вообще превосходит по идее это позволяет смотреть на экране фильмы в hdr по факту у нас сейчас доступен только один стриминговый сервис который это поддерживает amazon видео в g6 собрался целый зоопарк горилл экран прикрыт 3 гориллы которую взяли за тонкость причем без модного сейчас два с половиной д эффекта на спинке пятерка а камеры прикрыты четверкой общем думаю корнин глаз переживают за успех продаж g6 не меньше чем lg такой жирный клиент олеофобное покрытие есть как на передней панели так и на стекле который прикрывает камеры с железом ситуация следующая да мы ожидали увидеть во всех флагманах 2017 года snapdragon 835 но по факту видимо чип оказался сложен в производстве на него большой дефицит и все его запасы скупила другая корейская компания а значит все флагманы на нем кроме одного будут задерживаться и непонятно насколько при этом непонятно как он будет работать и не получим ли мы в лице его нечто греющееся и жрущая батарейку аля snapdragon 810 в общем в lg приняли вполне логичное решение использовать текущий топовый процессор который просто великолепно себя показал snapdragon 821 понятное дело с четырьмя гигабайтами оперативки и с хранилищем на 32 или 64 гига плюс поддержка micro sd в гибридном слоте вместо второй симки справляется ли 821 с разрешением 2880 на 1440 да без малейших проблем про повседневную работу и нечего говорить по крайней мере пока смартфон новый а вот на играх остановимся поподробнее в танках стабильные 50 60 кадров в секунду асфальт и прочее ни малейших проблем на максимально прогретом смартфоне результаты вместе очевидно с частотой падают до 105 и это несмотря на наличие в конструкции трубки охлаждения которая отводит тепло от процессора хотя может быть дело в том что у нас предсерильный сэмпл от батареи в 3300 милиампер часов работает g6 как типичный флагман целый день с токовыми четырьмя с половиной пятью часами активности экрана это если включить функцию always on когда на экране отображаются уведомления без нее получается минут на 30-40 больше в играх или с почти максимальной нагрузкой 4 часа есть поддержка quick charge 3.0 и функции бережных алгоритмов зарядки а-ля sony q nova чтобы ваша батареечка дольше оставалась здоровенькой в итоге за полчаса набегает 49 процентов на полный же заряд уходит час 40 android версии 7.0 прикрыт фирменной оболочкой в целом она мне понравилась как внешне так и по скорости работы ненужными функциями она также не перегружена короче пойдет оболочка учитывает ту особенность что g6 оснащен экраном 18 на 9 режим многооконности делит экран ровно пополам получаются два одинаковых квадратов каждым из которых можно работать в разных приложениях для каждой из программ которая изначально не поддерживает два к одному можно задать ее растягивание как заранее так и вытянув шторку после запуска приложения и нажав специальную кнопку смартфон правда предупреждает о том что часть информации будет потеряна но я подобного не заметила зато заметила что на некоторые программы и игры это растягивание не влияет они так и продолжают работать в 16 на 9 с черными полосами по бокам например подобная ситуация наблюдается с видео на ютюбе сервис пока не поддерживает широкоэкранный формат и с некоторыми не самыми новыми играми вроде san andreas и injustice что дает столь вытянутый экран в тех же играх и видео играх если поднести смартфон поближе к глазам можно даже ощутить некоторый эффект присутствие куда ни глянь влево вправо везде экран в видеороликах запущенных в стандартном плеере можно уменьшить черные рамки сверху и снизу фильмы обычно сняты в 21 на 9 так что запас есть в интерфейсе камеры особенности экрана также учтены в одном квадрате видоискатель в другом практически полноразмерная превьюшка есть и всякое балабство например калаш из двух квадратов LG на сегодняшний день единственная компания которая оснащает фото модуль не теле а широкоугольной оптикой если в G5 он уступал по качеству основному то в G6 их уравняли по крайней мере по матрице и там и там установлен сенсор sony amx 258 на 13 мегапикселей и размером 1 к 3,06 дюйма это соневская матрица не новичок на рынке и частенько встречается в смартфонах среднего уровня например в сяоми и поэтому я несколько насторожилась вспоминая как они фотографируют забегая наперед скажу что зря в камере решает софт а иначе бы смартфоны sony по этому параметру давно бы уже оставили остальных позади стандартная камера с углом обзора 71 градус светосилой 1.8 и оптической стабилизацией ширик на 125 градусов уже со светосилой 2.4 и без стаба впрочем на широких углах стабилизатор не играет столь критичной роли автофокус теперь только фазовый лазер от чего-то выпилили впрочем справляется он со своей работой неплохо на уровне того же айфона 7 качество дневных снимков на основную камеру очень хорошие детализация цветопередача динамический диапазон все очень хорошо придраться можно лишь к некоторому перешарпу заметному на мелких элементах да к немного шумноватым теням ширик в целом дает чуть более мягкую и чуть менее детализированную картинку как за счет оптики так и за счет того что в кадр попадает больше информации разрешение при этом такое же но в целом при хорошем освещении разница по качеству между шириком и стандартной камеры минимально обе хороши ночью ситуация ожидаемо меняется если стандартная оптика выдает достойные снимки с небольшим уровнем шумов и хорошей детализации то у ширика шумы заметны куда сильнее шумодав включается в работу активнее детализация уменьшается впрочем это лишь при прямом сравнении в реальном мире обе камеры фотографируют отлично и вы точно останетесь довольны снимками видео классное причем как в 4к так и в 1080p детализированный автофокус не подводит стереозвук записывается в hd и есть возможность его подстроить цифровой стабилизатор отрабатывает на ура в основном модули ему на подмогу приходит еще и оптический становится еще лучше можно писать и полноэкранное видео 18 на 9 но при этом от чего-то не будет доступна опция 60 кадров в секунду которая есть в full hd фронталка на 5 мегапикселей с двумя режимами съемки широкоугольный 100 градусов для групповых селфи и обычный скорее всего мегапикселей больше но дабы обеспечить два режима съемки на широкоугольной оптике используется цифровой зум и чтоб никого не путать закрепили результат на 5 и того качество селфи самое слабое место фото части аппарата они довольно посредственные помните песенку про попытку номер пять там еще было о как намаялась я с тобой вот и л джи намаявшись решили выпускать не очередную попытку а понятный и как уже выяснилось хороший смартфон до под 18 на 9 еще не все приложения оптимизированы но это точно произойдет вон с 8 еще длиннее а это значит что как ни крути а эра широкоэкранных смартфонов уже наступила и л джи джи шесть несмотря на то что первый блин отнюдь никого вам до психологически хотелось бы видеть тут снабдрэгон 835 но фактически совершенно непонятно зачем производительности и 821 хватает с головой батарейку он не сильно жрет игры под него уже оптимизированы в общем даже в борьбе с с 8 который у нас кстати будет на эксинусе у джи шесть есть свои козыри как минимум две камеры и офигенная аудио часть а как вам новое соотношение сторон готовы с таким жить пишите в комментариях и не забывайте про лайки и подписки и всего вам длинного